Смотрите в этом выпуске информационной программы недели. 27 января зверичане приняли участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб». Управление социальной защиты населения о мерах социальной поддержки, действующих с 1 января 2020 года. Новый вирус из Китая распространяется по миру. Что должен знать каждый из нас, разъясняют медики. В библиотеке имени Шолохова стартовали курсы кинопедагогики. А сейчас обо всех событиях недели более подробно. 27 января отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И вот спустя 76 лет с этого дня в центре города Зверево состоялась всероссийская акция «Блокадный хлеб». Именно вот такой кусочек хлеба, только выглядел он в три раза меньше, но в 125 граммов для жителей блокадного Ленинграда стал единственной надеждой на завтрашний день. Организовали и провели акцию отдел культуры, спорта и молодежной политики, его сотрудники, а также члены молодежного правительства и молодежного парламента при городской думе во главе с ее председателем Светланой Бушлановой. Ребята раздавали листовки с информацией о блокаде Ленинграда и хлеб, напоминающий ежедневный паек блокадников. Блокада Ленинграда длилась долгих 872 дня, более двух лет. И сегодня как раз 27 января исполняется 76 лет со дня прорыва блокады. По разным данным статистическим за эти годы погибло от, ну данные 692 тысячи где-то, другая статистика говорит, что до полутора миллионов. Но самое главное, что хочу подчеркнуть, что все погибшие в основном это умершие от голода 97%, а 3% это бомбежки, налеты вражеской авиации и так далее. То есть люди в то время боролись каждый день за жизнь себя, за свою жизнь, за жизнь своих близких. И вот сегодняшняя наша акция призвана, конечно, возобновить память о тех страшных днях. Естественно, что мы преследуем как целью и военно-патриотическое воспитание нашей молодежи, и напоминание всем жителям всех возрастов нашего города о том, что было в годы Великой Отечественной войны, и как люди могли прожить. Собственно говоря, почему мы сегодня этот хлебушек раздаем, чтобы это наглядно можно было представить. У нас в городе один житель блокадного Ленинграда, Гайворонская Антонина Александровна. Сегодня ребята собирают подписи на открытки, которые хотят поздравить ее с окончанием, ну 76-й годовщины окончания блокады. Жители все откликаются. Самое главное, что там участвует молодежь, ну как на мой взгляд. И вот это сохранение памяти, то, что мы сегодня делаем, я думаю, что это самое малое, что мы можем сделать, ну показать, каким образом мы можем, да, свое отношение к погибшим, только сохраняя память об этих людях. Пока память жива, живы, они в наших сердцах. Какие чувства вас сейчас наполняют, о чем подумали, когда вот такой кусочек хлеба вы получили? Ну, просто мне, ну как, больно за тех людей, которые вот это переживали, и как они ждали этот кусочек хлеба, поэтому это, ну мы должны помнить о них, поэтому это вечно память им. И которые сейчас остались живы, я сегодня утром смотрела новости, поэтому видела, как пятилетние, четырехлетние девочки вот эти получали, шли, ждали этот корабль, который придет, и будет им эти кусочки хлеба давать, поэтому они очень ждали этого, и вечная им память. Получив этот кусочек хлеба, как бы вы его разделили, распорядились, как бы с ним? Я даже не могу сказать, наверное, отдала бы ребенку своему. Это был единственный паек, то, конечно, это было на грани истощения. Мы все знаем все об локадном Ленинграде, это страшное время было в истории нашей страны, и люди, которые выжили, выстояли, сберегли город. Этот подвиг, ну, невозможно оценить ничем. Что вы будете делать с этим кусочком хлеба, скажите сегодня? Внучки дам. У меня отец погиб на войне, получается, так что, естественно, сразу волнение и, ну, память. Вот так, со слезами на глазах, многие зверевчане уносили с собой, нет, не хлеб, а символ стойкости, мужества и подвига ленинградцев. На днях наша съемочная группа посетила Управление социальной защиты населения. Поводов было несколько. В конце года, а точнее 20 декабря 2019 года, произошла смена руководства. В должность начальника УСЗН администрации города Зверева вступила Ксения Ивановна Пономарева. В свои 28 лет она имеет два высших образования. В 2013 году окончила Российскую Академию Народного Хозяйства и Государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности Государственное муниципальное управление, получив диплом с отличием. А через два года второе образование – магистр политологии. За плечами у Ксении Ивановны более пяти лет муниципальной службы. Последнее место работы до декретного отпуска начальника отдела образования администрации города Зверева воспитывает дочь. Сегодня Ксения Пономарева возглавляет коллектив опытных специалистов, чья работа нацелена на поддержку и оказание социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям, пенсионерам, инвалидам труда и детства, ветеранам труда и другим категориям граждан. С сентября 2019 года деятельность сотрудников этого учреждения осуществляется по новому адресу – улица Казакова, 12. В данном помещении был произведен капитальный ремонт. А также в рамках государственной программы «Доступная среда» произведена адаптация нежилого помещения УСЗН для инвалидов и маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации за счет областного и местного бюджета. Общая сумма выделенных средств составила около 4 миллионов рублей. Здесь были установлены пандус с металлическим двухуровневым поручнем, кнопка вызова, тактильная сенсорная плитка, мнемосхема помещения. На стенах установлены световые указатели, тактильные таблички. По ходу движения тактильная плитка и поручни по коридору. Имеется мобильный гусеничный лестничный подъемник. Намного уютнее, комфортнее выглядят и кабинеты, обставленные новой мебелью, оснащенные необходимым оборудованием, что, несомненно, позитивно влияет на рабочий процесс и настроение сотрудников, которые расскажут об изменениях в федеральном и областном законодательствах с 1 января 2020 года. В федеральный закон номер 418 о ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей, внесены изменения, согласно которым эта выплата теперь производится до исполнения ребенку 3 лет. Ранее было до 1,5 летнего возраста. Ежемесячная выплата на первого ребенка предоставляется семьям, в которых родился или усыновлен первый ребенок, и у которых средний душевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Ранее эта величина была полуторакратная величина прожиточного минимума. Размер этой выплаты с 1 января 2020 года составляет 11 099 рублей. Двукратная величина прожиточного минимума, то есть порог, который не должен превышать средний душевой доход, составляет 22 742 рубля на каждого члена семьи. Обратим ваше внимание на то, что эта выплата в связи с рождением первого ребенка или усыновлением, она продолжается в размере 10 400 рублей с 2019 года, если семья получала эту выплату в 2019 году. Те семьи, которые уже в этом году, в текущем, будут оформлять выплату, размер этой выплаты составит 11 099 рублей. Дальше хочу рассказать об изменениях, которые произошли в областном законодательстве. А именно, вместо ранее действовавших пяти видов ежемесячных выплат, сейчас действует одна выплата на полноценное питание. Раньше у нас были выплаты до января 2020 года, выплаты для женщин беременных из малоимущих семей, для кормящих матерей, для детей от одного до одного года, от одного года до двух лет и от двух до трех. Теперь введена одна выплата на это питание. Размер этой выплаты составляет 1146 рублей. И еще увеличился период предоставления пособий, детского пособия и ежемесячная выплата на детей из многодетных семей. Ранее эта выплата предоставлялась на детей до 16 лет. И если ребенок учился в школе, то до 18 лет. Сейчас этот период увеличился, и пособия будут предоставляться до 18 лет. Если дети обучаются в образовательном учебном заведении, эта выплата теперь будет предоставляться до 23 лет на ребенка. Еще можно отметить, в послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина прозвучали слова, информация о том, что в этом же году, в 2020, будут введены новые выплаты на детей от 3 до 7 лет. Когда будет определен порядок и условия предоставления этой выплаты, Управление социальной защиты населения обязательно доведет эту информацию до всех граждан и до семей с детьми. В целях реализации распоряжения правительства Ростовской области от 21 сентября 2018 года номер 567 об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала Ростовской области, оптимизации расходов областного бюджета и сокращению государственного долга Ростовской области до 2024 года во исполнении решений, принятых на федеральном уровне постановлением правительства Ростовской области от 20 июня 2019 года номер 425 внесено изменения в постановление правительства Ростовской области номер 232 от 15 декабря 2011 года о расходовании средств от областного бюджета в соответствии с указанным постановлением внесены изменения в порядок расходования средств областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ростовской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в части отмены с 1 января 2020 года возмещения расходов от автотранспортных организаций за бесплатный проезд федеральных льготников на автомобильном транспорте по внутриобластным, пригородным и междугородным маршрутам и с 1 января 2020 года бесплатный проезд федеральным льготникам не предоставляется. Кроме этого указанным гражданам предоставляется льготный проезд на общественном транспорте по городским и внутрирайонным маршрутам на основании единого социального проездного билета, приобретаемого в отделении Почта России. Стоимость билета в 2020 году составляет 276 рублей в месяц, количество поезда которого не ограничено. Региональным льготникам, ветеранам труда, ветеранам труда Ростовской области, труежникам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавших от политических репрессий, на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, бесплатный проезд предоставляется на прежних основаниях. Постановлением правительства Ростовской области от 16 декабря 2019 года номер 926 внесены изменения в части пролонгации срока действия постановления правительства Ростовской области от 30 декабря 2011 года номер 311 о порядке предоставления адресной социальной выплаты, а также о порядке расходования средств областного бюджета на ее предоставление до 31 декабря 2022 года. Порядок и условия предоставления адресной социальной выплаты в связи с ростом тарифов на холодную воду и отведение сточных вод не изменились. Критерии доступности платы граждан за холодную воду в 2020 году устанавливаются в размере, установленном в 2019 году. За холодную воду 40 рублей кубический метр, за отведение сточных вод 35 рублей кубический метр. В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 20 июля 2012 года номер 125 ФЗ о донорстве крови и ее компонентов, пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 2 декабря 2019 года номер 380 ФЗ, ежегодно денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком почетный донор России, индексируется на 3%, в связи с чем в 2020 году сумма выплат составит 14 570 рублей 36 копеек. Александр Костюченко, организатор детского международного фестиваля «Киноприч» «Мы сами снимаем кино», Владимир Архипов, подростковед киношколы Марк и Ангелина Шубина, аниматор 24 января, библиотеки имени Шолохова открыли трехдневный курс «Основы кинопедагогики», проектное творчество детей и молодежи средствами кино. Наша задача создать в городе площадку, которая бы стала очагом вот этой кинокультуры, то есть она бы направляла детей, направляла их творческую энергию сейчас для позитивного кинотворчества. Вот, собственно, для этого мы собрали здесь педагогов, для того, чтобы показать, что они могут это делать. Парадокс заключается в том, что они не должны, они могут не владеть этими азами. Нам нужны не столько профессионалы от кино, сколько организаторы площадок детского кинотворчества. Они должны больше задавать темы и организовать сам процесс. Но для этого они должны знать ази этого процесса. Наша задача – рассказать, как это делается. Сегодня в нашем городе, я считаю, очень большой праздник. По инициативе Михаила Владимировича нашего Солоницына к нам в город приехала команда, которая будет обучать наших детей и педагогов создавать кино. Мы открываем программу «Кинопедагогика». И на сегодняшнее мероприятие мы пригласили преподавателей из всех наших образовательных учреждений и, конечно же, детей, которые очень многое понимают в современной жизни, в современных гаджетах и которые очень хотят научиться делать кино. Хочу сказать, что программа очень насыщенная. Два дня мы будем работать с 10 часов утра до 5 часов вечера, а в воскресенье состоится, скажем так, галла-программа, где будут показаны уже созданные детьми и взрослыми работы. Кинопедагоги озвучили железное правило, которое нужно знать как дважды два. Нельзя научить снимать, можно только научиться. В этот день они донесли до присутствующих термины кино, разобрали формы передачи, идеи и смысла фильма, образы героев и так далее. Объяснили и показали слушателям курса схему построения любого кино, которое во времени разбито на три части – начало, середина и конец. Где на начальном этапе пролог «Мир героя» в середине происходит определенное событие, достигается кульминационный момент и в завершении развязка – эпилог. А для усвоения и наглядности сказанного был показан короткометражный фильм, который затем поэтапно обсудили все вместе. Не зацикливаясь на теории, специалисты кино предложили педагогам и ребятам в первый же день приступить к съемкам отдельных кадров, разделившись на группы. Обязательное условие – в каждой группе должно быть два оператора. Наша основная задача – научить вас, как педагогов, именно работать с детьми именно в средствах кино. Потому что мы-то вас научим, но для жизни это вам, конечно, тоже будет очень полезно. Потому что вы вот сейчас, я вам скажу даже, что вы счастливые люди, что вы здесь присутствуете, потому что вы все свои знания можете использовать у себя дома. Не важно, что вы снимаете. Снимаете ли вы день рождения, свадьбу, снимаете ли вы какое-то событие в своей семье. Вы все эти знания будете применять, и вы увидите, как изменятся ваши фильмы. Усвоив азы и порядок съемок, получив необходимое наставление киношников, педагоги и ребята с головой погрузились создавать короткометражные фильмы, где есть язык изображения, но нет голосового озвучивания. Надеемся увидеть их работы в ближайшее время. А пока группа обучающихся 27 января вновь приступила к занятиям. На этот раз ликбез проводили специалисты кино из Сомска. Трудно представить, но еще два года назад на территории города Зверево управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям не было. Город, как говорится, прикрывали специалист по ГОИЧС, единая дежурно-диспетчерская служба и два спасателя, включенных в поисково-спасательное подразделение по городам Гуково и Зверево, находящиеся в Гуково. С приходом нового главы администрации города Зверево Михаила Солоницына все изменилось. На основании федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Михаил Владимирович принял решение о создании и содержании органа управления, специально уполномоченного на осуществление задач в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой посодействовать в создании необходимого управления по ГОИЧС в городе Зверево. Василий Юрьевич выделил из резервного фонда средства в сумме около 19 миллионов рублей для создания такого управления. И уже 25 июня 2018 года постановлением администрации было принято решение о создании муниципального казенного учреждения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Зверево, в структуру которого вошли аварийно-спасательное формирование, 4 боевых расчета по 3 человека, единая дежурно-диспетчерская служба, 4 дежурных смены по 2 человека и аппарат управления. Возглавил новое учреждение грамотный и опытный руководитель Владимир Рябаштан. Было определено место под строительство здания для управления. Здесь когда-то находился дом пионеров. Вот так и выглядело это здание. Руины бывшего внешкольного учреждения были темным пятном в общем облике города. Но с 1 июля 2018 года началась работа по освоению финансовых средств, выделенных из областного бюджета. В течение 6 месяцев с июля по декабрь 2018 года посредством электронных аукционов было проведено всего 26 закупочных процедур. Приобретено модульное здание на сумму около 12 млн. рублей. Куплен аварийно-спасательный автомобиль стоимостью свыше 3 млн. рублей. Закуплено специальное оборудование для ЕДДС и АСФ на общую сумму почти 1,5 млн. рублей. До 26 декабря этого же года выполнены все работы по возведению модульного здания. Подключены коммуникации по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газификации и интернет. Приобретена, собрана и расставлена по кабинетам мебель и оргтехника на сумму более 1 млн. рублей. С 1 января 2019 года управление ПГО и ЧС начало выполнять свои обязанности в новом здании по адресу улица Рижская, 3. За неполных 6 месяцев была проведена большая работа по разработке нормативно-правовой документации, по гражданской обороне, по защите населения и территории города Зверево от чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, по обустройству и наполнению помещений учреждения, благоустройству территории, по подбору личного состава, страхованию и обучению. С 15 апреля спасатели АСФ заступили на опытное дежурство. Учреждение прошло аттестацию на проведение поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, а также работ, связанных с тушением пожаров. В зону ответственности отряда входит весь город Зверево и участок трассы М4 Дон с 944 по 970 км. С 15 мая спасатели аварийно-спасательного формирования управления по ГОИЧС города Зверево и поисково-спасательного отряда Ростовской области на постоянном совместном боевом дежурстве. Большой честью и доверием не только для вновь созданного управления ГОИЧС, но и в целом для города Зверево стало проведение областных учений спасателей с участием парада подразделений АСФ и спасательной техники. В течение 2019 года спасателями управления по ГОИЧС города Зверево выполнено около 200 выездов на спасение людей, попавших в ДТП на трассе М4 Дон, на тушение зданий, мусора на контейнерных площадках, на городской свалке, слаженно взаимодействуя с пожарной службой территории, на оказание помощи пожилым и больным, сотрудничая со скорой помощью городской больницы, на жалобы о нахождении в квартире баллонного газа, на извлечение собак и кошек из люков, на экстренное отведение талых вод от зданий, на деблокировку дверей, на распил и уборку упавших деревьев и ветер. Также управлением ГОИЧС была проведена установка пожарных извещателей в квартирах многодетных семей и регулярно проводится огромная профилактическая работа среди населения и учреждений города. Во многом благодаря мерам предупреждения в 2019 году чрезвычайной ситуации на территории города Зверево не зафиксировано. Также на базе общественной организации «Зверевский казачий круг» создана добровольная пожарная дружина в количестве 10 человек. Все прошли обучение, застрахованы. Немалая работа проведена в части создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципалитета. Проложены оптико-волоконные линии. Изменен формат передачи и трансляции видеопотока с камер видеонаблюдения системы Wi-Fi на оптико-волоконные линии. Проведены работы по установке дополнительных камер. Планируется создание автономной муниципальной системы оповещения и видеонаблюдения. Ведется работа по подключению социально значимых объектов к муниципальной системе «Безопасный город». Запланировано внедрение программы управления уличным освещением «Умный город» для своевременного реагирования на отключение освещения в городе. Также запланированы мероприятия по освоению программы «Безопасный двор». Ведется работа по усовершенствованию системы оповещения и информирования населения с последующей интеграцией с региональной платформой АПК «Безопасный город». Управление сиренами и громкоговорителями, осуществляемыми деятельность на оптико-волоконных линиях, проводится из единой дежурно-диспетчерской службы города Зверево. Сегодня на оснащении аварийно-спасательного формирования состоит аварийно-спасательный автомобиль с комплектом оборудования для работы на месте дорожно-транспортного происшествия и для тушения ландшафтных пожаров, и автоцистерна для подвоза воды населению. Штатная численность управления – 22 человека. Из них в аварийно-спасательном формировании 13 спасателей, которые успели себя проявить в работе только с положительной стороны. В свой профессиональный праздник многие спасатели были отмечены грамотами за деловые качества, высокий профессионализм и преданность такой непростой, но важной работе как спасатель. Хорошо, что в городе, в нашем городе появилась служба спасения. Можно обратиться в любое время, поддержат всегда, помогут, выручат из беды. Потому что, наверное, безопаснее будет для людей. Много положительных плюсов и позвонить в любое время. Плюсов всегда много вообще в службе спасения. Конечно, с ее открытием можно в любой момент позвонить на 112, по любым проблемам обратиться, на любой вопрос дадут ответ. То есть чувствуешь себя более защищенным, наверное, более комфортно. Посуд помогут. Спасибо. Выступления ребят в студии бально-спортивного танца под руководством Карены Узуняна на сцене «Скоцемаяк» являются украшением любой концертной программы. Уже с первых секунд их появления зритель предвкушает яркое танцевальное зрелище. Струйные, красивые мальчишки-девчонки в оригинальных костюмах и платьях превосходно перемещаясь по сцене, демонстрируют красоту движения, гармоничный успешный союз танцоров, передают историю танца, вызывая симпатию и восторженные чувства. Однако, побывав лишь на одном из занятий, понимаешь, что за этими отточенными, ритмичными, кажущимися легкими летящими движениями, которые ребята отрабатывают с тренером, кроется тяжелый кропотливый труд. Сам Карен Узунян занимается танцами с 8 лет. Однажды, посетив танцевальный кружок, где занималась его сестра, у него раз и навсегда проснулась любовь к танцам, которая из разряда хобби переросла в профессиональную деятельность. В нашем городе на протяжении 19 лет Карен Степанович ведет студию бально-спортивных танцев «Лавиента» ранее «Салса». У него занимаются около 30 человек, возраст которых от 3 до 70 лет. И у каждого из них своя история прихода сюда. В этой студии занимается мой сын Даниил. Расскажите, как вы пришли? Когда ему было 4 года, мы пришли посмотреть отчетный концерт всех детских коллективов на День защиты детей. Он увидел, как танцует группа Карен Степановича. Он сказал, я так хочу тоже танцуть. И мы пошли, нас взяли. И сколько вы теперь танцуете? Уже 4,5 года танцуем. Ну, что можете сказать о самом руководителе? Карен Степанович очень хороший, доброжелательный человек. С детьми разговаривает добродушно, всегда внимателен и к детям, и к родителям. Ну, а чего за эти 4 года достиг ваш ребенок? Участвовал ли он в каких-то там показательных выступлениях, соревнованиях, фестивалях? Карен Степанович участвует и в соревнованиях, и в концертах отчетных, и в концертах, которые выступает группа. На соревнованиях у нас много медалей, я не знаю, сколько количества, точно не скажу, и кубок есть. Но, к сожалению, наша пара распалась, поэтому пока немножечко мы сейчас не выступаем на соревнованиях. Но готовится к следующим соревнованиям. А что касается учебы, это как-то на его учебе не отражается или успевает и там, и там? Нет, успевает, везде он отличник, поэтому ему хватает времени на все. И на танцы, еще и в футбол играет, и в шахматы, и учится отлично. Ну, а что касается папы, как вот папа относится к танцам? Или, может быть, хотел все-таки сына видеть в каком-то мужском спорте? Сначала, да, был против, честно скажу. Но когда поехали на соревнования, папа увидел, что это серьезный спорт, это не просто танцы, а такой серьезный танцевальный спорт. И он с тех пор и водит сам, и забирает, когда есть время, поэтому все довольны. Любой спорт, а больные танцы, это нечто пограничное между искусством и спортом, требует трудолюбия и целеустремленности. Если ребенок привык добиваться результата, а не увеливать при любой возможности отдела, это во многом определяет успех. Именно такие дети здесь и занимаются. Притренироваться приходится минимум два часа в день, а это четыре-пять раз в неделю, чтобы красиво двигаться и оттачивать каждое движение до блеска. Карену Степановичу есть чем и кем гордиться. Его ученики активно готовятся к любым выступлениям, не говоря уже о соревнованиях, где всегда настроены только на победу. Арутюнян Гамлет, Карязина Татьяна, Узуньян Геворг, Шербакова Алиса. У нас одна самая молодшая пара недавно партнерши поменяла, поэтому небольшое время, естественно, будем проводить с новой партнершей, потому что опыт маленький. Тоже у нас Данил тоже очень хорошо выступал по наморчук. Просто сейчас вот такой партнерши поменяли, а для этого минимум полгода, а то и более, нужно, чтобы опять восстановить парное танцевание. Потому что очень короткий срок нереально делать парное танцевание хорошего уровня. Надо время пройти. Также результативно в 2019 году на различных соревнованиях выступали солистки Бабылева Дарина, Овсепян Майя, Черняцкая Яна. За ними закрепились первые и вторые места в таких соревнованиях, как «Осенний блюкс», «Куба губернатора», «Зимняя вьюга». Для ребят в студии «Лавиэнта» продуктивным был не только прошлый год, но и начало 2020-го. Чемпионат «Дюга России» и открытый чемпионат Ростовской области участвовали. У нас Карязина Татьяна, Арутюнян Гамлет заняли. В латиноамериканском программе третье место призовы. Европейские программы четвертое место. И самые последние областные соревнования, к сожалению, последние соревнования Таня и Гамлет пропустили. Зунян Георг и Шербакова Алиса выступали. Тоже в латиноамериканском программе третье место завоевали. Четвертое в европейской программе. Тоже относительно новая пара, потому что тоже в течение полгода образовалась эта пара. До этого другая партнерша была, до этого выше был намного результат. Но сейчас потихонечку стремимся к новой партнерше, более высокие результаты давать. Уже в тройку попадаем, это уже замечательно, потому что очень много танцевальных клубов находится в области. Около 62 танцевальных клубов. А в финал попасть у нас все финальные, кстати, места призове. То есть финал шестого места награждается, потому что очень много участников соревнований. Очень большое у нас федерация танцевального спорта. Поэтому шестое место уже, так скажем, можно сказать, это очень престижно. Пятое, четвертое, еще вообще непонятно, первое место самое лучшее. Тренировка – залог успеха и основное, на что уходит время при занятиях – бальными танцами. А турниры – мотивация бальников. Проверка на прочность физических, психологических возможностей и соответственно уровня танцевальной подготовки. Каждый танец разрешается танцевать полтора минуты. Это максимум, который держит музыку, потому что 10 танцев, 5 обязательных латиноамериканских, 5 европейских. Физическое состояние очень важно танцору. То есть, если больше будем держать, больше времени, естественно, потихонечку не сможем, даже, может, некоторый парт даже до финала не найдет. Поэтому, номер один, почему спорт именно посчитали, это номер один правильный, что очень физический труд. Иногда бывает, мы 12 начинаем соревнования, ближе к 12 и заканчиваем. То есть, столько туров проходят дети, и при этом надо очень хорошо, грамотно покушать, чтобы не было проблем с желудком и так далее. То есть, очень хороший, сильный труд. Поэтому и спорт считает, что надо все контролировать физически. И самые последние танцы, обычно у нас пятый танец, это самые быстрые танцы. Это джайв латиноамериканском программе и квикстеп европейский. То есть, нарочно оставляют в конце самые быстрые танцы, чтобы определить физически, какая пара готова, кто сможет выдержать, вытерпеть вот этот последний танец. Во время тренировки мы познакомились с Татьяной Корязиной и Гамлентом Арутюнаном. Вместе они танцуют уже 6 лет. Друг друга понимают с полуслова. Между ними настоящая другушка, и это залог их успеха. Поддерживаем друг друга, говорим, давай я в тебя верю, ты сможешь, будешь самым лучшим танцором или танцовщицей. А если вдруг, вот, кто-то во время танца, кто-то сделал какую-то, допустил ошибку, вы не обижаетесь на своего партнера? Нет, конечно, мы не обижаемся, каждый может допустить ошибку, и в этом ничего страшного нет. Если кто-то ошибется, мы скажем, типа, ничего страшного, просто давай продолжим. Мы не подадим виду, допустим, на соревнованиях, потому что мы сделали ошибку, мы продолжим танцовать, как ни в чем не бывало. Они оба уважают и любят своего тренера. Более того, мечтают пойти по его стопам, то есть заняться тренерской деятельностью. Очень хорошо воспитал нас в плане танцев. Очень хороший преподаватель. Он нас почти не ругает, исправляет наши ошибки, говорит, что как и делать. И вот так вот у нас получается танец. Похожими на своего преподавателя мечтает не только эта пара, но и другие ребята. И это, пожалуй, наивысшая награда и показатель работы тренера студии бально-спортивных танцев Лавиэнта Карена Степановича Узуняна. В последнее время тема вспышки китайской пневмонии не выходит из топа новостей. Об этом опасном заболевании шла речь и на конференции для медперсонала в Центральной городской больнице города Зверево. О коронавирусе, его лечении и профилактике рассказал заведующий инфекционным отделением Адил Мамедов. Министерство здравоохранения Ростовской области обращает внимание, что по данным Министерства здравоохранения Таиланда, 13 января 2020 года на территории Таиланда зарегистрировано случай заболевания, вызванной новым коронавирусом, который классифицирован как завозной из города Ухане, провинции Хубей, Китайской Народной Республики. Специалистами Китайской Народной Республики продолжается эпидемиологическое расследование. Фактов заражения от человека к человеку не зарегистрировано. Многие случаи заболевания связаны с городским рынком морепродуктов, которые в настоящее время рынки закрыты. Что касается пневмонии, пневмония это острое инфекционное заболевание, преимущественно бактериальной этиологии, которое характеризуется очаговым поражением респираторных отделов легких и наличием нутриалеволярной эксюдации. Эпидемиология источником инфекции больной человек или больной животным. Существование животного как источник инфекции для человека не доказано. Между прочим, Российский научный институт пытается создать экспресс-тесты для диагностики торч-инфекции. До сих пор не уточнен вопрос о возможном относительстве рекомолюцентов. Механизм передачи воздушно-капельный, воздушно-пылевой. Факторами, способствующими передаче вируса, являются искусственная вентиляция легких, пожилой возраст, низкий социальный статус, длительный контакт с источником инфекции. Что касается клинической картины, торс или атипичное пневмония, инкубационный период длится от 2 до 7, ну, скажем так, до 10 дней. Симптомы начинаются с внезапным повышением температуры тела почти до 40 градусов. В клиническом течении торс можно увидеть 3 фазы. Основные симптомы – повышение температуры тела, иногда со знобом, респираторный синдром першины в горле, сухой кашель, диспной ринит, мышечные боли, потливость, головная боль, тошнота, рвота, диарея, боли в грудной клетке. Первая фаза – фаза продрома, продромальная стадия, делится от 3 до 7 суток и характеризуется лихорадкой, ознобом, мышечной болью, слабостью, недомоганием, головной боли. Вторая фаза – нарастают респираторные симптомы, кашель, одышка, затрудненное дыхание, так называемая гипкосемия, характеры наличия крепитации и к концу первой недели болезнью возможно развитие респираторного дистресс-синдрома. Что касается третьей фазы, начинается после 7-8 суток болезни и характеризуется новым пиком лихорадки, то есть получается как волнообразное течение. Возможно появление водянистой диареи в конце, ухудшение рентгологической картины и прогрессированное респираторных повторных симптомов. Чаще всего страдают люди пожилого возраста, более 60 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, сахарный диабет, заболевания сердечной сосудной системы и легочной системы. Что касается диагностики, при рентгенографии определяются очаги, затемнения, возможно одиночные или множественные. При компьютерной томографии изменения по типу матового стекла, изменения в легких нетипичны и характеризуются вариабельности рентгологической картины. Основное, что я хотел вам сказать по поводу профилактики. Значит, Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от посещения города Ухань, провинции Хубей, Китайской народной республики. Не помешает нам всем марлевая повязка при посещении общественных мест, хотя маска не защитит на 100%, я скажу вам, но повязка на лице задерживает хотя бы мелкие капли слюны и слизи, в которых содержится частица вируса. За счет этого снизится количество вирусов, попадающих в организм человека. А чем меньше вирус попадает, тем выше шансы, что ему нет, будет бороться с этим вирусом. Также экологические правила гигиене. Мыт руки, овощи, фрукты. Не употребляют сырое и слабо прожиренное мясо. Не пить воды из крана. Желательно пить кипяченую воду. И сейчас при Минздраве Российской Федерации идет работа по созданию специального теста на наличие коронавируса и диагноза заболевания в течение 15-20 минут. Для Центральной городской детской библиотеки имени Докукина этот год дважды юбилейный. Ей исполняется 50 лет и 100 лет со дня рождения Ивана Архиповича Докукина. Капитана военно-воздушных сил, герой Советского Союза, чье имя она носит. С июня 2018 года этот храм знаний с улицы Рижской 15 переместился на Космонавта 18. Книжный фонд детской библиотеки насчитывает 40 тысяч единиц литературы разной направленности. Сюда приходят не только школьники, подростки, но и молодежь. Всего 2,5 тысячи читателей, в том числе 100 из них иногородние, приезжающие на летние и зимние каникулы к своим родственникам. Библиотекари под руководством Резиты Хабировны Долговой, помимо приема и выдачи книг, несут в массы много интересной и полезной информации о поэтах, писателях, знакомят с историей родного края, рассказывают о героических и трудовых подвигах наших земляков, вошедших и в историю нашей страны, и нашего города. О тех, кто и в наши дни своими творческими спортивными достижениями прославляет Сверева. Причем делают это не только в стенах библиотеки, но и устраивают внестационарные встречи. А многолетнее сотрудничество с детской школой искусств позволяет в библиотеке организовывать выставки работ учеников художественного отделения, а также проводят музыкальные вечера с педагогами и ребятами в вокальных и инструментальных отделениях. Такие мероприятия оставляют у посетителей массу ярких впечатлений и положительных эмоций. На протяжении 10 лет с сотрудниками библиотеки имени Докукина успешно реализуется летний проект «Летом с книгой «Я дружу» и «Зимний я читаю книги о войне», участниками которых являются учащиеся начальных классов общеобразовательных учреждений города Сверева. Красноречивее всего о работе коллектива библиотеки говорят многочисленные дипломы, грамоты, благодарственные письма, сертификаты, полученные за участие в областных, всероссийских и международных конкурсах. Дорогие ребята, Центральная городская детская библиотека имени Докукина и вас приглашают принять участие в очередном областном конкурсе. Ежегодно Ростовская областная детская библиотека имени Веры Михайловны Величкиной проводит областной литературно-творческий конкурс, посвященный неделе детской книги. 2020 год объявлен президентом Российской Федерации «Годом памяти и славы» по знаменованию 75-летия Победы. Поэтому в этом году конкурс носит название «Победа нам жить и помнить». Центральная городская детская библиотека имени Ивана Архиповича Докукина является сорганизатором проведения данного конкурса в нашем городе и будет проводить подготовку и обеспечивать проведение конкурса, а именно информировать о проведении средств массовой информации и общественности, проводить разъяснительную работу среди читателей детей, родителей, руководителей, педагогов и воспитателей, осуществлять функции отборочной комиссии на муниципальном этапе, обеспечивать передачу в Ростовскую областную детскую библиотеку «Отобранные работы участников конкурса». К участию в конкурсе приглашаются читатели от 5 до 14 лет. В конкурсе три номинации. Первая номинация – «В книжной памяти. Мгновение войны». В этой номинации предлагаем нашим юным читателям рассказать о прочитанной книге, посвященной событиям и участникам Великой Отечественной войны. В каждой семье есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной. Расскажите, ребята, о ней. Пишите имена своих родственников и предков в книгу «Памяти войны». Итак, вторая номинация – «О войне написано не все». В нашей стране огромное количество памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Они установлены на братских могилах, в парках, скверах. Они очень давно были установлены, но память о них все-таки сохранилась. И мы предлагаем нашим участникам принять участие в третьей номинации, которая называется «Бысоченные в камне». Участники, решившие принять участие в конкурсе, предоставляют Центральную детскую библиотеку заявку на участие и творческие работы. Творческие работы по каждой номинации могут быть выполнены по направлению литературных жанров. Это в формате рассказа, поэмы, стихотворения, эссе, отцева о прочитанной книге. По направлению прикладного творчества это может быть рисунок, макраме, лепка, ботик, оригами или творческая композиция. Участники могут приготовить творческие работы в виде литературных презентаций, буктрейлеров, анимационных или видеофильмов. Каждый участник может предоставить не более одной работы по каждой номинации. Соорганизаторы собирают заявки и работы участников до 15 февраля 2020 года. Затем члены комиссии производят отбор и передают в Ростовскую областную детскую библиотеку творческие работы. Не более трех работ в каждой номинации. Подведение итогов конкурса состоится на областном литературном празднике в дни проведения недели детской книги. Победители ждут призы. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайтах Центральной библиотечной системы города Зверево или Ростовской областной библиотеки имени Величкина. А также по всем вопросам можно обращаться в Центральную городскую детскую библиотеку имени Докукина или позвонить по телефону 418-72. Дорогие друзья, желаем всем творческих успехов в этом нелегком, но таком необходимом разговоре о войне, победе и книгах. Следующее обращение касается всех жителей города. Дорогие зверовчане, Центральная городская детская библиотека города Зверево накануне своего 50-летия разыскивает читателей разных поколений. Если вы храните добрую память о прочитанных библиотечных книгах, если можете поделиться воспоминаниями о библиотекарях, которые с теплотой и любовью относились к юным читателям, если активно участвовали в жизни библиотеки, сообщите о себе по телефону 418-72 на электронную почту библиотеки или по адресу улица Космонавтов, дом 18. Мы будем рады встретиться и пообщаться с каждым желающим.